Добрый вечер! Наша сегодняшняя лекция посвящена тому, как создается лекарство будущего. Я расскажу про несколько примеров, в том числе из нашей деятельности простым и научно-популярным языком, так, чтобы было всем понятно. Основные принципы, я думаю, будут ясны всем. Часто считается, что лекарство придумывается примерно так. Сидит ученый в лаборатории, и бах, ему в голову пришла идея, и в этот момент лекарство придумывается. Или, например, как Менделеев. Ученый спит, а во сне приходит какая-то химическая формула, утром просыпается, лекарство готово. Но на самом деле все гораздо сложнее и дольше. Разработку лекарств можно сравнить с поиском алмазов в большом карьере или с добычей золота. Чтобы найти биологически активную молекулу, которая способна стать лекарством, нужно отсеять предварительно десятки тысяч, то есть сотни тысяч молекул, специально собранных заранее. Чтобы из них найти те, которые будут проявлять хоть какую-то биологическую активность, которую мы ищем. С тем, чтобы затем сузить поиск до десятков и затем уже нескольких молекул. И в конце концов у нас будет одна. Либо она будет иметь ту же формулу, которую имела в начале, либо она будет химически доработана, чтобы усилить ее биологическую активность. Но это будет одна молекула. То есть, можно себе представить, чтобы разработать одно единственное лекарство, нужно провести огромную кучу работы, перелопатить груду информации, провести десятки, сотни тысяч экспериментов с тем, чтобы определить, какое же лекарство может стать, какая же молекула может стать лекарством. Это может сравнить с алмазом, с каким-то самородком, который был найден в результате большой кропотливой работы. В процессе этого поиска принимают участие самые разные ученые, это и химики, и биологи, и медики, и многие другие специалисты. Если очень простым языком схему изложить, то медики ставят задачи биологам, медицинские задачи биологи ее разделяют на какие-то компоненты, связанные с биологией клетки, с тем, что происходит у нас в органах, тканях и так далее, на уровне генома, на уровне белков. И затем биологи ставят задачи химикам. Химики при этом должны найти или разработать, синтезировать, придумать какие-то химические молекулы в большом количестве, которые могли бы стать лекарствами. И они дают решение биологам в виде этих химических молекул. Биологи их тестируют в огромном количестве, и те единичные молекулы, которые проявляют биологическую активность, они выдаются медикам в качестве биологических решений. Это, конечно, очень упрощенная схема. Может быть, кто-то из вас слышал про так называемые постгеномные технологии, то есть технологии, которые возникли после того, как был расшифрован геном человека. И на основе информации, которую ученые смогли достать из этого генома, появились целые области науки, фармацевтики, промышленности, которые в настоящее время очень бурно развиваются. С точки зрения медицины можно задачу представить так, что есть некоторые заболевания, которые вызваны некоторыми биологическими причинами. Они могут быть наследственными на уровне генома, либо они могут возникнуть в организме человека в процессе его жизни. Если это заболевания, которые вызваны нарушениями в геноме, то часто бывает так, что нарушена функция какого-то биологического белка, который закодирован в геноме. То есть ген может мутировать, например, и при этом производится из этого гена мутированный белок, который плохо функционирует, он плохо выполняет свои функции в организме, и это приводит к развитию заболеваний, в частности, например, онкологии. При создании лекарств можно использовать эти химические молекулы как заплатки для этих белков, то есть, условно говоря, зашить вот эту дырку, но это уж совсем упрощенно, с тем, чтобы восстановить функции белка, и он вновь мог работать как нормальный белок, несмотря на наличие в нем мутаций. При этом данное химическое соединение должно очень четко распознавать этот белок, который в данном случае мы называем мишенью. То есть это как стрельба в мишень, нужно попасть точечно, не куда-то везде подряд, а именно в тот белок, который является проблемным, потому что если химическое соединение будет попадать или связываться с другими белками, то это может приводить к побочным эффектам, потому что мы будем затрагивать те функции организма, которые нормально работают, и при воздействии на них какими-то молекулами мы, собственно говоря, мешаем работать нормально. Поэтому воздействовать нужно только на проблемный белок, и это называется таргетная терапия, таргет от слова мишень. То есть мы точечно воздействуем на нужный нам больной белок, и это можно сравнить с тем, как ключ открывает замок. То есть нельзя просто любым ключом открыть любой замок. То есть они должны подходить друг другу. Так же и здесь. Но в настоящее время с учетом большого массива научных данных, получения новых, новой информации, усложнения научных исследований, можно сравнить этот замок с огромным сейфом, который нужно скрыть. И понятно, что простой ключик, который у нас был раньше, он уже нам не подходит. Теперь, чтобы открывать такие огромные замки, нужно подключать мощности искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволят обрабатывать огромный массив данных, полученных от разных пациентов, десятков тысяч, с тем, чтобы это как-то унифицировать, находить общие проблемы и общие решения для этих пациентов. Задача еще более усложнилась. Для того, чтобы понять, как же выглядит наш белок проблемный, используют разные подходы, в том числе подход, который называется структурная биология. То есть от слова структура, потому что мы должны увидеть структуру белка. Для этого получают сначала очищенный белок, не буду вдаваться в детали, и из него затем получают очень красивые маленькие кристаллы. Они не видны обычным глазом, их можно увидеть только под микроскопом. То есть вот та капелька, которую вы видите наверху экрана, это капля вот буквально вот очень-очень маленькая. То есть ее даже обычным глазом сложно увидеть. Из этой капельки, в которой вырастают кристаллы белков, мы их специальной ложечкой, специальной петлей вынимаем и отправляем на прибор, который на эти кристаллы белков посылает рентгеновские лучи. То есть те же самые лучи, которые в рентгеновском кабинете для того, чтобы видеть ваши кости. Здесь они используются для того, чтобы определить структуру электронной плотности в этом белке. Если простым языком, для того, чтобы увидеть, как же устроен белок на молекулярном уровне, потому что все белки разные. В настоящее время есть огромные приборы, это даже прибором-то сложно назвать, специальные установки размером со стадион. Например, вот такой, как представлен на картинке, он называется синхротрон. Он находится в городе Гренобуль во Франции. Это огромная установка, в которой разгоняются электроны и с огромной силой врезаются в наш кристалл. И то излучение, которое этот кристалл при этом выделяет, он рассеивает, мы собираем и на компьютере анализируем. И так мы получаем информацию о структуре нашего белка. И сравнить это можно со Звездой Смерти. Если кто-то смотрел Звездные войны, очень похоже. То есть тоже посылаем пучок излучения, только результат немножко другой. Еще раз повторюсь, что при этом образуется, при использовании самых различных методов исследования, образуется огромный массив информации. Это и геномика для исследования нашего генома, протеомика для исследования белков, из которых состоит наш организм. И это различные компьютерные методы, которые называются, например, виртуальный скрининг. Это перебор огромного количества молекул с тем, чтобы найти те, которые будут связываться с нашим проблемным белком. Это подходы химические для синтеза вот этих самых молекул, оптимизации их структуры, с тем, чтобы они лучше работали и лучше связывались с этим проблемным белком. И всю эту обработку информации можно представить в виде вытачивания статуи из куска гранита. То есть в самом начале у нас какой-то необработанный массив данных, это просто камень, и в процессе обработки он превращается в красивую, изящную статую, с которой мы работаем. Теперь, если говорить про проблемный белок, то чаще всего эти проблемы связаны с тем, что белок слишком активен. То есть в нашем организме все находится в равновесии. Ничто не должно работать слишком активно или слишком слабо. Все должно работать именно с той эффективностью, с той скоростью, как это задумано природой. И все должно быть в балансе. Если что-то становится слишком активным, то нужно эту активность снизить. В данном случае можно заблокировать активность этого белка, используя разные интересные молекулы, в том числе или другие белки. Либо этот проблемный белок, который слишком активен, можно вообще просто уничтожить. Для этого тоже есть определенные подходы, про которых мы сегодня поговорим. Другая проблема может быть связана с тем, что белок, наоборот, недостаточно активен. И эта низкая активность его может быть связана как раз наличие мутаций. В таком случае можно этот белок починить. Либо починить на уровне генома, если эта проблема вызвана мутациями. То есть по слову мутации мы не имеем в виду черепашек-ниндзя или каких-то кроликов-мутантов с тремя глазами. Имеются в виду мутации на уровне генома, которые могут приводить к каким-то проблемам, к каким-то заболеваниям. И эти мутации можно отредактировать, их можно починить, можно их исправить как на уровне генома, так и можно работать с мутантным белком, который был произведен из этого генома. Можно его тоже починить. То есть в настоящее время есть подходы по геномному редактированию, и можно это изобразить так, что мы точечно залезаем в геном, именно в то место, где произошла мутация, то есть замена одного нуклеотида на другой, и мы точечно убираем проблемный нуклеотид и вставляем тот, который там должен быть в норме. Примерно так происходит геномное редактирование, если уж совсем простым языком. Есть интересный случай, может быть кто-то из вас слышал, есть такое заболевание, называется серповидно-клеточная анемия. Вот на картинке сверху представлены наши красные кровяные тельца, эритроциты, которые переносят кислород в нашем организме. В норме они выглядят как бублики или как сушки. Ну просто у них нету дырки посередине, но в принципе они на ватрушки похожи. И можно видеть, что наверху вот зелененькая выделена буква Е, это то, как должно быть в норме. Но в результате определенных мутаций в геноме эта буква Е может быть заменена на другую букву. Вот внизу по стрелочке можете видеть красную букву В. При этом определенный белок, который определяет за структуру этого эритроцита, это красные кровяные клетки, наши ватрушки, этот белок теперь не может нормально работать. В результате ватрушка превращается вот в нечто такое непонятное, вытянутое, и эта кровяная клетка уже не может переносить кислород так же эффективно, как и нормальные. Это заболевание особенно распространено в Африке, в Центральной Африке. И что интересно, было обнаружено, что люди, у которых эта мутация, и они больны данным заболеванием, они гораздо реже болеют малярией. Это такое заразное заболевание, которое переносится комарами. Стали изучать, выяснили, что оказывается комар малярийный, когда заражает человек, он впрыскивает свои личинки, и эти личинки, путешествуя в организме человека, они должны, скажем так, дорасти и вылупиться в новых комаров. И они это делают хорошо, если кровь насыщена кислородом. А если кислорода в крови мало, то эти личинки погибают. И таким образом было обнаружено, что те люди, у которых данное заболевание, оно генетическое, оно не очень приятно, у него есть свои проблемы с этим связаны, но есть некоторый, если так можно сказать, бонус, который связан с тем, что данные люди менее подвержены заболеванию малярии. Это просто интересный факт про мутации. Есть белок, в организме у нас тысячи, десятки тысяч белков, все они разного размера, выполняют разные функции. Это примерно как наше общество, где много людей, каждый занят чем-то своим, делает какое-то свое дело, но все вместе мы составляем общество. Наш организм это белки, где каждый белок тоже делает какое-то свое важное дело. И про один из этих белков я вот хочу кратко рассказать. Этот белок называется P53 и в норме этот белок защищает наш организм, наш геном от развития онкологических заболеваний. В частности, он защищает наш геном от мутаций. То есть, если в какой-то клетке по ряду причин произошла мутация, например, это может быть в результате радиоактивного какого-то облучения или просто какого-то ультрафиолета слишком сильного, может быть в результате обработки какого-то химического соединения, по любой причине. Этот белок запускает программу по уничтожению этой проблемной больной клетки. То есть, в норме вот слева можете видеть рыцаря, который защищает нас от рака. Но в результате мутации самого этого белка могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что мутированный белок из защитника превращается в, наоборот, в проблему для организма. Он при этом начинает способствовать развитию нехороших процессов, например, онкологии. То есть, из онкосупрессора, то есть, из защитника организма от онкологии, он переходит на темную сторону и становится онкогеном. То есть, способствует, наоборот, развитию онкологии. И все это в результате мутаций. При этом, как работает механизм, когда данный белок в норме уничтожает больную клетку? В нашем организме есть специально задуманная программа, которая на биологическом уровне контролирует, что происходит с клетками. Если клетка инфицирована каким-то вирусом, либо, если она начала бесконтрольно делиться. Организм запускает специальные механизмы и внутри этой клетки включается программа, которая говорит ей, клетка, ты больна, ты должна умереть. И клетка запускает эту программу и умирает. Это нормальный процесс для организма. На ее место потом приходит другая новая клетка, которая уже не больна. В случае мутаций, например, в результате повреждения ДНК, эта программа может быть нарушена. И нормальная клетка, которая заболела, вместо того, чтобы запустить программу на самоуничтожение, она превращается в опухолевую и начинается что-то не очень хорошее. Собственно говоря, от этих процессов и защищает нас белок P53. Если белок мутирован, то на самом деле можно есть подходы, которые позволяют восстановить его активность, его починить. Можно использовать специальные химические молекулы, которые связываются с областью мутации и, скажем так, восстанавливают структуру белка, восстанавливают его нормальные функции. Это примерно как починить нашего рыцаря, починить ему доспехи с тем, чтобы он опять стал, чтобы он опять перешел на светлую сторону. То есть тот механизм, если вы помните, я говорил, что есть подход, который позволяет просто уничтожить больной белок, если его нельзя починить. Есть специальные молекулы, которые, скажу так, это лекарственные молекулы, которые можно нанять как наемников, как не их и пиратов, с тем, чтобы выйти на охоту на этот белок, найти его и уничтожить. Это происходит, если уж совсем упрощенно, примерно так. Проблемному белку, который должен быть уничтожен, посылается пиратская черная метка. Эти пиратские метки навешиваются на этот проблемный белок, и далее эти метки видит дракон, который по этим меткам находит нашу цель и ее перемалывает в мясорубке. Вот. Очень такой интересный процесс. То есть получается, что те белки, которые мы не можем починить, мы их просто можем уничтожить в молекулярной мясорубке. При этом тот момент, когда наш пират-наемник вешает метку на свою цель, на тот белок, который должен быть уничтожен, это происходит так, что два молекулы белка, они соединяются между собой, и в этот момент происходит передача этих черных меток. И можно сделать аналогию такую, что вот это соприкосновение, после которого запускается программа по уничтожению белка, это молекулярный поцелуй смерти. Потому что после этого белок уже мало что спасет, его найдет этот дракон, и его прокрутят через молекулярную мясорубку. Так это примерно и происходит. То есть у нас получается, что мы перемалываем, значит, и все уходит в мясорубку. Есть другие подходы на основе клеточных препаратов, когда используется иммунитет нашего собственного организма. В любой момент времени в нашем организме происходят всякие разные процессы, хорошие и плохие. И при этом наш организм умеет контролировать плохие процессы. Наша иммунная система постоянно следит за тем, чтобы в нашем организме ничего плохого не происходило. Следит за клетками, чтобы все были здоровы. Больные клетки отправляют на переработку. И можно использовать силу нашего собственного иммунитета, наших иммунных клеток, для того, чтобы бороться, например, с опухолевыми клетками. Примерно так выглядит процесс борьбы иммунных клеток с опухолевыми. Иммунные клетки, разные их виды, это и Т-клетки, и дендритные, и макрофаги. Они все задействованы в этом процессе, и они атакуют опухоль. Т-клетку можно представить как слева. Это у нее такой рецептор. Рецептор – это специальная молекула, которая сидит на поверхности этой иммунной клетки, и она позволяет распознавать опухоль. Как некий такой датчик, сенсор. В ряде случаев, ну, это сложная картинка, наверное, но попробую очень кратко. То есть слева большой шарик – это опухолевая клетка. У нее на поверхности она показывает нашу иммунную систему. То есть эта клетка опухолевая, но у нее все-таки работают механизмы, заложенные природой. И эта клетка, она свои проблемы на поверхности показывает. То есть специальный молекулярный механизм, который перемалывает какие-то проблемные белки и их на поверхности опухолевой клетки выставляет. При этом те иммунные клетки, которые находятся поблизости, они подходят, смотрят, что им показывают. Если это действительно проблемный белок, они его узнают и запускают уничтожение этой клетки. Мы можем помочь этому процессу, используя модифицированные иммунные клетки, которые называются карте-клетками. На поверхности этих клеток мы с помощью генетических методов выращиваем новый рецептор, который позволяет этой иммунной клетке более эффективно распознавать опухоль и более эффективно ее уничтожать, чем обычная эта клетка. Есть карте-клеточная терапия. Как это работает? У онкопациента берут кровь, из нее выделяют иммунные клетки, Т-клетки. Их специальным образом генетически модифицируют. При этом у этой иммунной клетки на поверхности вырастает вот этот новый рецептор, который позволяет ей более эффективно распознавать и уничтожать опухоль. Затем эти генетически модифицированные клетки размножаются в лабораторных условиях до больших количеств и вводятся обратно пациенту, этому же самому. И таким образом в организме человека начинается более эффективная борьба модифицированных иммунных клеток с опухолевыми. И человек вылечивается. Что же из себя представляет карте-клетка? Слева мы видим обычную Т-клетку, иммунную клетку, используя специальные безопасные вирусные технологии. Такие есть. Они широко применяются как в науке, так и в биофармацевтике. Используя безопасные вирусные технологии, мы внедряем, мы выносим эту генетическую информацию, то есть информацию о новом рецепторе в эту Т-клетку. И потом эта Т-клетка выращивает у себя на поверхности новые рецепторы, которые называются химерный антигенный рецептор. И эта клетка становится уже таким более эффективным борцом с опухолью. Вот здесь это можно видеть. То есть у Т-клетки обычной нет на поверхности этих рецепторов. Мы его добавляем с помощью генетической инженерии, и они появляются на поверхности этой уже кар-Т-клетки. То есть Т-клетки с химерным антигенным рецептором. Есть разные поколения этих рецепторов. То есть можете видеть, более ранние первые поколения, они были довольно простыми по структуре. Там было меньше составных частей. И можно привести некую аналогию. Кар – это машина, да? Кар – рецептор. То есть первые поколения этого рецептора, они были очень простыми, как такой доисторический автомобиль, как самый первый автомобиль. Уже более новые, более эффективные рецепторы, они сложнее по структуре, они несут в себе больше функций. И их можно представить в виде уже такого электрокара, более современного, гоночного. Только это все сравнение на молекулярном уровне. То есть это тот процесс, про который я говорил, когда у пациента берут кровь, выделяют Т-клетки, вносят в них эту информацию генетическую. Через вирусный препарат специально безопасный на поверхности Т-клетки появляется рецептор. Их размножают, эти модифицированные клетки, и вводят обратно пациенту. Опухоль уничтожается. В настоящее время есть разные подходы по именно промышленному получению этих карте-препаратов, когда уже из полученного небольшого количества карте-клеток нужно получить большое, чтобы вылечить одного или многих пациентов. Разрабатываются специальные биореакторы, в которых происходит наращивание этих клеток. Есть много разных подходов современных, в том числе мы участвовали в одном из таких проектов. Мы разработали прототип биореактора для карте-терапии. Довольно сложный процесс, потому что здесь нужны не только биологи, нужны еще инженеры, программисты, даже дизайнеры очень нам помогли, потому что современный прибор должен выглядеть красиво и радовать глаз. Также есть очень интересные подходы, связанные с мобильными лабораториями. То есть когда производственный цех по созданию этих препаратов, он находится не где-то на предприятии или в клинике, а в таком передвижном контейнере, который может быть загружен на автомобиль грузовой и перевезен туда, где он необходим. То есть может быть установлен во дворе любой клиники, он должен соответствовать, конечно же, всем необходимым требованиям, но это такой современный тренд в области клеточной терапии, когда производство едет туда, где оно нужно. На этом мой заклад закончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова